Енисофак, Турция, ИПК будут продавать нефть Израилю. М. Шакир Сарач, Енисофак, Турция. 13 ноября 2019 года. Рабочая партия Курдистана, РПК, отряды Народной самообороны, ИПК, которые оккупировали сирийские нефтяные месторождения при поддержке США, предоставили все права на них Израильской Global Development Corporation, Global Development Corporation, ГДЦ. В соответствии с заключенным соглашением, израильская компания будет эксплуатировать месторождение и продавать добываемую нефть. С 2015 по 2017 годы РПК захватило сотни нефтяных скважин в Раке, Эль-Хасаки и Дейр-Эс-Зори. Не сумев получить желаемой отдачи от скважин, террористическая организация в начале 2019 года вступила в контакт с израильским бизнесменом Мордихей Мханой, Мордичей Ханна. От имени террористической организации соглашение подписала Ельха Махмед, или Мамед. В письме организации руководству израильской компании отмечается, что продажа нефти должна быть одобрена Министерством финансов США. Начинают всплывать подробности тесных связей между террористической организацией РПК, Демократические силы Сирии, СДГ, и Израилен. В то время как Израиль с началом Турции операции «Сточник мира» активизировал антитурецкую лоббистскую деятельность в США, выяснилось, что террористическая организация предоставила израильскому бизнесмену права на эксплуатацию оккупированных ею нефтяных скважин и продажу нефти. Израилю дали все полномочия террористической организации РПК завладела 11 нефтегазовыми районами на территории Ираки, Эль-Хасаки и Дейра Сазора. Сотни нефтяных скважин в Румилайне, Эс-Сувиде, Кибейбе, Меркеде, Тишрини, Аль-Джепси, Шидади, Алямари, Аль-Танаки, Коника, Аль-Джеффри и Дейра были взяты террористической организацией под контроль в разное время с 2015 по 2017 годы. Однако РПК не смогла эффективно эксплуатировать находящиеся здесь скважины. Стремление обеспечить максимальные объемы добычи нефти в начале 2019 года она обратилась к израильскому бизнесмену Мордихею Хани. РПК дала письменные гарантии все под контролем США в этом документе обращает на себя внимание еще одна деталь. Все вопросы, связанные с продажей нефти Сирийского и Демократического Совета, всегда должны подлежать одобрению со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, подчеркивается в письме. Добыча достигнет 400 тысяч баррелей в документе также подробно расписаны данные о месторождениях нефти в оккупированных ИПК районах. По нашим оценкам, добыча сырой нефти может достигать 400 тысяч баррелей в сутки. Текущие производственные мощности – 125 тысяч баррелей в сутки. Цена за метрическую тонну равна 7 баррелям, составляет 160-240 долларов. Таким образом, стоимость одного барреля – 22-35 долларов. С июня этого года израильская компания фактически начала работать. 11 нефтеносных районов в июле 2019 года израильский бизнесмен Марди Хай Хана в интервью газете «Исраэль Хаэм» «Исраэль Айем» подтвердил наличие соглашения и заявил, что ожидается одобрение президента США Трампа. Хана отметил, у меня единственная цель – Сирия должна жить в добрососедстве с Израилем как свободная и демократическая страна. В настоящее время демократические силы Сирии контролируют 11 нефтеносных районов. В этом регионе находится большая часть сирийской нефти. Я не хочу, чтобы эта нефть досталась Ирану или режиму ОСАДА. Когда администрация Трампа даст добро, мы начнем экспортировать эту нефть по справедливым ценам и использовать ее для построения и защиты демократической Сирии. Согласно американской газете Los Angeles Times, Los Angeles Times, которая также сообщала о сговоре РПК, Израиля, израильский бизнесмен Марди Хай Хана заявил, что его компания стала представителем курдской администрации по продаже нефти. В сообщении подчеркивалось, что Джи Акурб, Якурб, который упоминается как курдский чиновник, ведет переговоры с израильской компанией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.